Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Я продолжаю подписывать для вас видео, отвечая тем самым на ваши вопросы. Сегодня речь пойдет о будре. Да, она у меня сейчас в неприглядном состоянии, но я сделала это намеренно, вернее, пока не трогаю ее, для того, чтобы ответить на вопрос девушки, которая увидела, что я показала будру, что она у меня подсохла и написала, Юля, подскажите, что это такое у меня то же самое. Так вот, я хочу сказать, что так происходит тогда, когда будра пересыхает. Дело в том, что она у меня, вот посмотрите, находится в техническом трехлитровом кашпо, и естественно, что за сезон, на дворе ведь у нас сегодня 7 октября, за сезон она, конечно же, сейчас мы с вами посмотрим, вот, посмотрите, здесь сплошной корень, то есть здесь уже практически, а он даже не сыплется, здесь практически грунт весь съеден корнями. И понятно, что когда пересыхает грунт, пересыхает будра, ей нет питания, ну и она тем самым показывает, что вот она пересохла. Я была в отпуске 2 недели, и моя будра очень сильно пересохла. И вот итог. Просто-напросто горшочек окунула в ведро с водой, будра напиталась, сейчас тяжелое кашпо, и она сразу же, знаете, вот эта вот зелень, она прямо воодушевилась. Моя задача сейчас убрать вот это то, что подсохло, и я, в принципе, не переживаю нисколько. Но бывает такое, что она подсыхает в том случае, еще один случай, который вот моя уже практика показала, это тогда, когда на нее нападает паутинный клещ. С этой проблемой я столкнулась дома зимой. Мне в прошлом году Ульяна прислала в подарок, было несколько черенков, по-моему, 4. Вот 3 мне удалось сохранить в течение зимы. И возвращаемся к паутинному клещу. У нее, у будры есть такой своеобразный аромат, знаете, вот как у пиларгонии. То есть пиларгонию мы пошевелим, у нее есть такие нотки. И вот у будры вот точно такая же вот есть особенность. То есть у нее есть свой запах. И мне казалось, что вот из-за этого запаха, наверное, вредители будру обходят стороной. Но не тут-то было. Она у меня, дело в том, что на рассадном стеллаже стояла в уголке. То есть я, в принципе, на нее как-то так особо внимания не обращала. За исключением однажды я подошла и такая вот как-то так рукой провела. Смотрю, у меня-то там уже все вот, в принципе, вот в таком виде. Я, конечно же, забила тревогу. В принципе, думаю, что же я сделала не так. Вроде бы все делаю так. Но когда активировался паутинный клещ, проснулся, все сухо, я, в принципе, пытаюсь не переливать, потому что я столкнулась вот с этой увядаемостью, да, я стала регулировать свой полив. И тут, видимо, вот, наверное, вот эта сухая температура, она сыграла свою роль. То есть паутинный клещ, он накинулся на будру и стал ее активно поедать. Конечно же, я сразу же активировалась, приступила к обработкам и я спасла. Вот три будры спасла, одну нет. Слишком она была поеденная паутиным клещом, мне ее пришлось выкинуть, потому что, ну, прям вот в ней кишило. Вот. Так что вот на моем опыте два факта, которые могут привести будру к такому состоянию. То есть это либо вредитель, ну, например, паутинный клещ, либо вы слишком пересушили свою будру. Дальше. Я в этом же видео сейчас и хочу рассказать о преумножении и черенковании. Я хочу сказать, что будра, в принципе, в черенковании не такая вот прям простая девушка. Она капризная, но вот эти вот самые краешки, да, вот эти вот самые свежие плети мы с вами можем положить в какую-то плошку, вот прям не отрезая от основного кашпо. Она укоренится и тогда мы с вами ее перережем. Я потом, когда буду черенковать, я вам покажу поподробнее. Но на мой опыт так у меня удачнее было черенкование, нежели просто вот если отрезать плеть и положить ее. У меня сохранить не удалось. А вот вот этот черенок, который еще живет у мамки, он сохраняется лучше. То есть вот, смотрите, плеть, мы ее кладем в плошку и вот из этих пазух пойдут корешки. То есть она вот сохраняется вот так лежа, не в грунт ее втыкать, а вот так вот ее класть. У меня вот таким способом укоренить получилось еще лучше. И как я это заметила, да потому что будра полезла в соседние горшочки, она там укоренилась благополучно, ничего я для этого не делала. Я так и поняла, что именно таким способом ее укоренить лучше. Так что вот сейчас, пока у нас есть время, повторюсь, я вот эти вот плети просто-напросто положу в плошку, они у меня дадут корешки, отстригу и заберу домой. Ну а вот это пойдет на выброс. То есть мне вот как бы вот это само все не нужно уже. Это уже отжило, потому что вы видели еще здесь сплошные корни. Нам нужен молодой посадочный материал. Что же касается вот подкормки, ухода, в принципе, я не скажу, что здесь особо стоит делать замечания. Ну, своевременный полив по мере подсыхания грунта и подкормка у меня, в принципе, в зимний период происходит не реже раз в месяц, а лучше раз в две недели. Так, в принципе, мы поддерживаем общее хорошее состояние всех растений в квартире. И больше-то мне, в принципе, вам добавить и нечего. По, что касается будри, ну, потому что и опыта выращивания у меня только один всего сезон. Я вот сейчас в данном видео поделилась лишь своими наблюдениями. Если, конечно, вы можете что-то добавить, я буду вам только благодарна. Если что-то я не договорила, вы не получили ответы на свои вопросы, то, пожалуйста, задавайте их под видео. Пишите комментарии, не стесняйтесь, предлагайте новые темы для обсуждения разговоров и дискуссий. Всем желаю мирного неба над головой, крепкого вам здоровья, всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!